Привет, мои самые зеленые пальмочки! Добро пожаловать на мой YouTube-канал Рустем Бьюти! Это, конечно, означает, что меня зовут Рустем, и я сегодня много бьюти! И сегодня у нас обзор на... На что у нас обзор? Сегодня у нас вторая часть обзора на израильский, один из любимых моих брендов, который называется Jade, именно не Jade, не Gade, помните Jade. Первую часть обзора вы можете посмотреть уже на моем YouTube-канале, а сегодня у нас будет, о, палетка-четверка теней, которая претендует на замену Dior, только в пять раз дешевле. У нас сегодня-то здесь пудра, пудра, которая, которая, которая меня приятно впечатлила. И сегодня у нас на обзоре двусторонняя суперстойкая помада, да, жидкая помада для губ, помните, такие у них выходили? С одной стороны матово, с другой стороны глянцево, и получается в конце что-то непонятное. А еще я сегодня вам хочу рассказать про тональную основу, которая мне безумно понравилась, потому что... А я не знаю, почему. Это тональная основа в шайбе от американского, наверное, бренда CoverGirl, который, unfortunately, к сожалению, не представлен в России, но вы спокойно можете приехать ко мне в Ташкент, и я отведу вас там, где я нашел эту тональную основу. Сегодня у нас очень интересный обзор, интересный. Кстати, мне тут приехали шесть палеток от Джеффри Стар, так что впереди нас ждут с вами яркие макияжи. Думаю, что следующее видео, которое выйдет на моем YouTube-канале, это будет видео с просто бомбезной вот этой вот палеточкой. Мы с вами ни разу, мне кажется, не делали синие мейкапы. Окей, да? Договорились, договорились. Перед тем, как мы начнем обзор, я вас попрошу всех принять ананасового сока, ну, я люблю ананасовый сок, подписаться на мой YouTube-канал, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии, отмечайте меня в своих соушил-медиапространствах, окей? Окей, отмечайте меня, и я вас тоже отмечу, потому что я сегодня какой-то отмечательный. Ну все, у нас все прекрасно, полетели тестировать интересную косметику. Меньше слов, больше дела. Губки бантиком, бровки домиком, похож на маленького черного гномика. Там не черного, я помню. Какого-то другого я гномика сегодня похож. Вы мне там пишите в комментариях, что соскучились по моим песенкам. Так вот, я вам сегодня спою. А какую я песню вам еще спою? Давайте я вам спою песню. О, а я и не знал, Что любовь может быть жестока, А сердце таким одиноким, Я не знал, На мне зачем больше. А может и есть нам зачем встречаться. Кто вам еще будет обзор-то показывать. Потому что выйду на улицу, Гляну на стело. Ой, вчера гульнуло, Село-то не мое. А я-то в своем селе, На своей хате. Поэтому давайте, Ну что, давайте тестировать вот это. А то сижу, Я вам пою вот это. Пусть говорят, Что дружбы женской не бывает. Если что, Тут просто сок. Only сок, Но алкоголь. Как бы, ну, Выпьем и снова нальем. Я про ананасовый сок. Ну что, Переходим к тестированию тональной основы. Что это за бренд? Не знаю. Какой-то бренд, Cover Girl. И мне так заинтересовала Эта тональная основа, Что я решил, Что дурой буду, Не забуду, А куплю и протестирую. Это Cover Girl. Only Simply Eggless. Какой-то там Eggless. Здесь 12 грамм продукта, Немного. Foundation. Плюс Titanium Dioxide Sunscreen. То есть здесь у нас, Во-первых, Здесь хороший SPF-фактор. Он около 30. Оттенок 245. Broad Spectrum SPF 28. Instant Recycle Defined. Ой, так захотелось Сразу выучить английский. И, в общем, Это тон, Который выглядит, Который выглядит, Как будто мороженое. Вот, вот, Или что-то там пирожное. Вилли вонг, Шоколадная фабрика. В общем, Это такая история. А, кстати, Забыл показать. Тут еще вот есть такое Отверстие, Отверстие. Как ты открываешься? А, с другой стороны Открывается. Здесь есть такой Характерный спонжик. Я попробовал им наносить. Ну, как бы, Смотрите, в чем прикол. Если эту тональную основу Растягивать, То получается не очень. Но, Самый лучший верный друг, Который поможет вам Нанести этот тон хорошо, Это спонж. Просто спонж. У меня от Натальи Шик. Я не буду эту тональную основу Использовать для клиентов На моделях. Просто потому, Что формат не гигиеничный. История не для визажистов. Это для личного пользования. Поэтому я свой чистый спонж Делаю вот так. Вот. И мне не очень понравилось, Как этот продукт наносится При помощи кисти. Почему-то не знаю. Не зашло. Мне не особо понравилось, Как наносит спонж В родной. Но вот спонж от Шик Знаете что? Наносит просто Отличный. Я не буду говорить Шедеврально. Потому что вдруг Вдруг вам не понравится. Но наносит отлично. Имеет среднюю кроющую способность. Подходит мне по оттенку Вот наверное на 158%. Выглядит сперва После нанесения Немножко сатиново. Но затем он ставит такой Знаете эффект Эффект кожи. Кожи. Эффект кожи. Сколько я помню Не особо подчеркивает Какие-либо морщины. И знаете что? Очень достойно. Вышел он мне что-то Около 1000 рублей. Вроде бы меньше. Вот меньше. Да. Но вот тут есть тон. Здесь нету. Выровнял цвет лица. Скрыл недостатки. Не выглядит маской Абсолютно. В дальнейшем использовании Контактирует хорошо С консилерами. С кремовой коррекцией. С сухой. То есть очень неплохая Рабочая лошадка Для нормальной кожи. Чуть для жирноватой. Для сухой Побольше увлажнить. Ну вообще любой тон Можно подстроить под. Ну вот для нормальной И для склонной к жирности Тон в принципе Неплохой. И еще Что мне нравится То что Тут хорошая SPF Не понимаю Почему данный бренд Не представлен в сети. Там подружка Золотое яблоко Ну хоть самому Где-то откапывай На Вайлдберрис Продавай Ну из меня правда Такая продавщица Знаете вот это Мне надоело Петь про эту За границу Надену валенки До красное пальто Войду проведаю Любимую столицу А дальше Вы знаете там что Поэтому если вы живете Там где представлен Данный бренд Советую Советую к покупке Вы даже дальше Посмотрите Как эта история Будет выглядеть На коже Но на носике Кстати у меня на носике Есть сейчас шелушение Но я себе Расхерачивал Вот эти вот точки В поисках черных точек Или Ну вы поняли И я себе Расковырял так носик И тут шелушение Но он так с ними Деликатно поработал Обратите внимание Что сейчас Вот как только нанес То он немножко А-ля Финиш Сияющий Но через какое-то время Станет таким Соти Чуть-чуть Матовый С чуть-чуть Таким естественным Отливом Прям как я Матовый С отливом Не знаю почему В общем Сейчас я добавлю Немножко Консила И вернусь к вам Чтобы мы Я вам показал Как работает Пудра от Джейд Она прям Ой Садиться снимать В белой худи Косметический обзор Конечно Странная идея Потому что Моя худи Уже не белая Ну это ладно Котики Я так получилось Что походил С этим тоном Где-то плюс-минус Часик Не зафиксировав Ничем И могу сказать Что Мне очень нравится То как выглядит Тональная основа Но Теперь А я летела К тебе Как на исповедь Куда-то я летела А Давайте тестировать Пудру От израильского Одного из Любимых Мной Брендов Джейд Так Фокус Фокус Ты могуч Ты гоняешь В стае туч Это Тональная основа Basic Смузинг Силки Пресс Паудер В оттенке 501 Кулбеж Ну Кстати Да Не сильно теплая А что это я взял Кулбеж Не знаю Сделана Эта пудра В Италии Я очень люблю Итальянские текстуры Пудры Бронзеры Вы все И так знаете Здесь у нас 11 грамм продукта И У меня есть вопрос К тому что тут Маленькое зеркало Почему-то Как земля В иллюминаторе Но Почему я взял Холодный оттенок Вообще Непонятно Но Пудра Она во-первых Очень кроющая Она Нелегкая Но При этом Она так Красиво Работает С кожей Она прям Делает Вот прям Писечку Красивую На лице Вот прям Мне она так Понравилась Мне понравилось Ее наносить И кистью Прям вообще Посмотрите Сейчас будет стирать Поры Сейчас будет стирать Текстуру Сейчас будет работать Как ахиллесовая пята Всем дала Но не взяла Посмотрите Как хорошо Заматировала Лоб Посмотрите Как хорошо Поработала С текстурой При этом Пудра Я даже Нанесу Ее под глазки Посмотрите Как хорошо Поработала Посмотрите Ну скажите Хорошенечко Поработала Пудра Вообще Шикардосненько Посмотрите Как она Работает С кожи Ну чирайли Нет Чирайли Носик Я так же Пройдусь Ей Не подчеркивает Ничего Абсолютно Ничего Не подчеркивает Для любителей Плотных текстур Повторяю Любители Плотных текстур Пройдите На посадку Эту пудру Можно найти На сайте Золотого Яблока Пудра Плотная Кроющая При этом На ощупь Как бархат Вот Вот делает Очень красивую Кожу Мне кажется Она даже Подойдет Для Сухой Кожи Вот честно Очень универсальная Лошадка Очень Фотогеничная Чем-то По плотности Похожа Немножко На клиник Но Это легче Вот она легче Но при этом Творит Ну Не чудеса Но Это очень хорошая Пудра Я в восторге Если бы я Тогда знала бы Что люблю Себе На беду Ужас Ужас Мне так хочется Пофилософствовать Но Я стараюсь Вообще Дальше косметики Ни о чем Ну ладно Все А чего мне пожелать Перемен Вот Желаю перемен Я сейчас Доработаю Личика Ну Добавлю бронзера Чуть-чуть Румян И перейдем К тестированию Палетки теней Палетка Малышка Четверка От бренда Джейд Если бы я Тогда знала бы Что люблю Себе на виду А я Нет Нельзя эти песни петь Они Противоречат Моим Понятиям Конечно же Я сегодня Буду использовать Свой Теперь Один из Любимых Девочки Мальчики Хайлайтеров От бренда Джейд Вообще Вообще Не понимаю Почему Со мной Еще не связались Представители Бренда И сказали бы Шалом Приезжайте в Израиль Я может Хочу в Израиль Так Набираю хайлайтер Вот этот Аджейд Посмотрите Как он Просто Фантастически Сияет Просто Мне кажется Фантастическое Сияние Просто Чирой ли Чирой ли Ох Чирой ли Чирой ли Это красиво Если вы еще Вдруг Не Вы У Чили Надо вас начать Учить Узбекским матом Они тут Очень Увлекательные Итак Мы переходим К макияжу Моих глаз Поэтому Надо вас Приблизить У меня Есть Тон И консилер Это и будет Моя Подложка Под Водку Так Я Распределяю Эту всю Шарманку Давайте На одном Глазу Покажу На втором Доделаю Тет-а-тет Остатки Из пудры Я пробегаюсь По Веку Для того Чтобы мне Зафиксировать Для того Чтобы это Было Стойко Хороший Прием В последнее Время Даже не Использую Базу Под макияж Вот Сегодня мы Тестируем Палетку От бренда Jade Которая Стоит Около Тысячи Рублей В переводе На Russian Money Это Палетка 34 Golden Savannah Золотая Саванна Неплохо Сделано В Израиле 7 грамм Продукта Немножко Дешевит Эту Палетку Пластик Тут 4 Сияющих Оттенка Типа Бюджетная Версия Tom Ford Charlotte Tilbury Окей Здесь у нас Была Ватная Палочка Ну вот Эта Штучка Которой Невозможно Сделать Красивый Макияж Глаз С чего Мы Начнем Вы Уже Знаете С чего Я начинаю Такие Клиентские Истории С того Что я Беру Бронзер И возвращаю Естественные Тени Я беру Бронзер От Kika Любимый Свой И Наношу Его Вот прям Пушистой Кистью В данном Случа Это Косочка На все Во всю Складку Века Такая Кисть Мне Помогает Вообще Бесплешиво Нанести Тень Да Тень Сразу Ее Растушевать И Благодаря Этому Дальнейшие Текстуры Которые Я Использую Не Плиши Вят Также Видите Я Вот Этой Пушистой Кистью Возвращаю Объем И На нижнем Веке Посмотрите Уже Гамма Ну В ней Присутствует Зеленоватый Потом Цвета Хаки Хочу Использовать Подложку Я буду Использовать Жидкие Тени От Metal Hype В оттенке 15 При том Что тут Зеленый Это Очень Коммерческий Оттенок На мой Сугубо Личный Взгляд И я Этот Оттеночек При помощи Синтетической Кисточки Вот такой Плоской Я нанесу На подвижное Веко Сегодня у нас Коммерция Потому что Бренд В принципе Коммерческий Я Вот Сперва Аппликативно Наношу На подвижное Веко Ну И Увожу Эту Историю В бронзер В бронзер Увожу И у меня Получается Вот такая Вот Коммерческая Коммерческая Пиписечка На глазиках Далее Возвращаюсь Куда ты падаешь Ты мне еще нужна Возвращаюсь Кисточки С бронзером И Опять же Протушевываю Эту всю Историю В принципе Этот же Оттенок Жидких Теней Могу дать На нижнее Веко Я На середину Подвижного Века Даю Вот этот Вот Спаркл Он действительно Похож на Спаркл Я в конце Вам сделаю С вочи И я Его нанесу На серединку Вот на серединку Подвижного Века Я его Наношу И Посмотрите Какой красивый Сияющий Вообще Финиш Какие красивые Блестки Я бы сказал Что Эта текстура Реально Похожа На На люкс На какие-то Люксовые Крутые Тени Наношу До складки Века И Возвращаюсь К предыдущей Кисти И Затушевываю Оттенок Красивый Очень Это металлик Такой классический Я его беру На такую Полуплоскую Кисть Но Это уже Козочка А Это Металлик И я Его Сатин Такой Металликовый Сатин И я Его Нанесу На внешний Уголок Потому что Он такой Глубокий И Ну Красиво Будет смотреться Далее Беру Опять Этот же Темный Металлический Оттенок Сатиновый Окей Давайте Называть его Сатином Наношу На внешний Нижний Уголок Далее Я наношу На серединку Тот же Спаркл Вот этот Вот Вот Этот Вот Я нанесу Во внутренние Уголки Сверху И снизу Тут Сияние По Явнее Вот Сюда Вот Видите У меня Аж сегодня Сияющий Макияж Глаз Твоя Любовь Этих Тактов Сила Твоя Любовь Меня Доводила И Далее Я Возвращаюсь К своей Палочке Моталочки И Стушевую Границу Посмотрите Какое У меня Активное Нижнее Веко При этом Не Вульгарное Не Гранжево Вот Этот Оттеночек Я хочу Дать Под бровь Хочу Далее Я могу Немножко Взять Консилера Возьму От Шик Немножко Консилера Беру Беру И Вот Немножко Подчищаю Границу Оставив Место Для Стрелочки Использовал Совсем Немного Консилера И Подтушевываю Получились Вот такие Вот Секси Секси Глазки Но Обратите Внимание Нет Насыщенности Не хватает Насыщенности Поэтому Я при помощи Коричневого Карандаша Опять же В данном Случае От Шик Господи Сколько Я его Уже Упоминаю Я заполняю Межресничное Пространство На верхнем И нижнем Глазике Посмотрите На нижнем Заполнил Как стал Выглядеть Глазик Более Выразительный То же Самое Делаю И С верхней Межресничкой Сладкие Мои Ну что Касается Этой Палетки За тысячу Рублей Она Достаточно Очень нравится Вот этот Оттенок Красивый Сияющий Акцентный Посмотрите Как он Выглядит На глазках Мне нравится И вот Этот Металлик Насыщенного Такого Зеленого Болотного Мне нравятся И два Сияющих Оттенка Посветлее В общем Было бы Еще хорошо Если бы Эти оттенки Были подкреплены Матовыми Текстурами Ну то есть Два матовых Оттенка Средний И темный Темно-коричневый Было бы Вообще Шикарно Но Такие же Палетки Есть и Более дорогих Там есть Палетки Герлен Диор И все Оттенки Там Преимущественно Сияющие И мне кажется Что вот В данном Сегменте Тысяча Рублей Хорошие Текстуры Красивые Тени Легкие В работе Мне кажется Почему бы И нет Тени Я прям Советую Мне понравилась Эта малышка А дальше Полное разочарование Джейд Эври Ластинг Лип Калор Но Трансфинг Логг Классическая История О том Такая Двухфазная Помада Что тут У нас Матовая История Тут Лаковая И как бы Это все Как бы Стойко Носибельно И т.д. Т.п. Оттенок Номер 65 Я честно Я эту помаду Даже не буду Использовать С клиентами Я просто Ее нанесу На губы И покажу Вам что Получается Во-первых Это матовая История Полупрозрачная Чтобы Она легла Плотно Нужно использовать Прям немалое Количество Продукта Далее Нужно дать Этой текстуре Подсохнуть Минутку-две Ну не нравится Как мне лежит Эта помада При том Что оттенок Нюдовый И не сложный А далее Я наношу Вторую фазу И могу сказать Что вторая база От NYX Намного более Комфортная Здесь Такое ощущение Что классический Такой Липкий Блеск Который Очень сложно Распределить По этой матовой Базе Поэтому Эти помады Точно советовать Не буду Если бы ты знал Как мне жаль Если бы ты знал Как болит Если бы ты видел Мою печаль в лицо То ты бы точно Узнал Что она Говорит И так Сегодня У нас получился На мой взгляд Очень Очень Вери Крутой обзор На продукцию Бренда Jade И Также Тональную Основу От Covergirl Как вы можете Заметить Выглядит Тон Очень Даже Ничего Поэтому Я С чистым Сердцем Советую Вам Этот Тональный Крем Также Однозначно Советую Пудру И палетку Теней А вот Что касается Помады Ночами Пропадаю Я Все Мои сладкие Будем с вами Прощаться Подписывайтесь На мой Ютуб канал Если еще Вдруг По каким-то Причинам Не подписаны Ставьте лайки Пишите комментарии Подписывайтесь На мои Запрещенные Не только Социальные Сети А мы С вами Увидимся Совсем Скоро На этом Ютуб Канале Но уже Ну как Вы понимаете В следующем Видео Шаляфам Ищите Женщину Субтитры